итак друзья я очень рад всех приветствовать как обычно вы находитесь на канале ммабет меня зовут роман а сегодня со мной арсений 7 здорово всем привет что вершит судьбу ваших извилин ваши подписки на youtube и поэтому подписываемся на нас здесь а также на канал где мы проводим стримы агрессив лайф и этот турнир правда и все скорее всего мы будем стримить а также для вас роман прошлый турнир эйси эй стримил я таких людей не знаю которые занимались таким интересным стримом да и вообще когда я сам не могу смотреть турнир я с удовольствием слушаю стрим романа потому что он доходчиво рассказывает о ходе боя и говорит какие результаты происходят до бою да большое спасибо кстати довольно нормально было людей на на стриме и было весело я я всех приглашаю ребятки приходите да сразу да что хотел сказать мы сейчас разберем довольно таки интересный да бой с промоушена правда это бой по боксу александр ильич ну вы знаете этого паренька ну теперь то его уже все знают правильно если раньше его еще могли не знаю да кто там какой-то чел в ксв там выступает да но теперь это обидчик александр шлеменко который очень быстро и легко его прошел и вот сейчас по правилам бокса в шести раундовом бою с ним будет драться мага исмаилов тоже не безызвестный да возможно будущий соперник шлеменко возможно нет пока еще непонятно это но так или иначе уже вот в пятницу вечером и вот этот поединок увидим также я хочу заметить что там есть другие довольно таки интересные поединки ну реально там есть классные противостояния и на эти противостояния скорее всего будут какие-то ставочки у нас в рассылочке до ссылка ссылка в описании в загребленном комментарии то есть а здесь мы поговорим только об одном бою но в целом естественно я ни в коем случае не призываю вас по вот этому сейчас подкасту бежать и что-то ставить и ни по какому другому подкасту не нужно этого делать у вас должна быть своя голова на плечах и все что вы делаете да ставочку которую вы делаете за нее вы несете ответственность мы здесь высказываем наше мнение я советую просто сопоставлять это со своим да и делать собственные выводы ну приступим к этому поединку мы знаем что мага исмаилов он как бы выступил уже по боксу да мы посмотрели его противостояние и не простое с профессиональным боксером хоть и с возрастным и очевидно растренированным в гигантских перчатках да но тем не менее тем не менее мы увидели что он провел бой по боксу и выиграл его вот как бы все все у него в порядке сейчас противостоять ему будет и лишь который большой да он реально намного больше маги длина руки моложе и конечно же нокаутером он является также да вот соответственно ну некоторую интригу наверное бой все-таки имеет вот ну и наверное немножечко попозже да я расскажу конкретно какие у нас коэффициента а пока что в целом 7 что ты думаешь по такому матча по вообще в принципе но интересно конечно вообще не поход принципе вечер бокса будет так ну кавычка бокс просто боев борься скипечатка как скажем давно интересно реально собрали такие достаточно яркие имена которые сразу бросаются в глаза всех знают там раз умерзает николай чебиздап то любит топ-дог сможет топ-дог сможет смотреть наши стримы наши разборы тут с нами вот так же много всяких бойцов крутых и но все свои то и но флэйн классно это же по данного флэйн за шикарный тоже поединок который заставляет тоже задуматься в принципе можете посмотреть но это возможно никто бы и не знал про то что какой-то там турнир правда и все будет на неделе в общем мага против велич это это шикарный бой который они смогли раскрутить благодаря спаду шлеменко да вот ну так или иначе мы видели чего сейчас элементы стоит ну мало вот но конечно у него есть амбиции совершенно другая история чего стоит мага ну я думаю все видели какому из поздоровый да там были причины по которым можно такой считать словным выставочным да там где потому что родово не прямо в победить хотел ему там говорить сказали что это будет выстречный бой то есть он там не стремился накручивать магу перчатки были игрушечные огромные такие да вот но тем не менее как он с ним боксировал да и в целом я уже устал просто говорить вот мы каждый бой который мы записываем на могу везде обращаем внимание что маги действительно неплохой бокс на напирающий стиль очень взрывной боец хорошо чувствует именно ритмику боя сокращая дистанцию опасно и пробивает свои удары которые максимально точные хорошо умеет набрасывать до объем работа у него не падает то есть да у него есть там проблемы с кардио но они снова не убывает когда приходится бороться да то есть ли боях поймали боя с людьми которые хорошо защищать стекдауну которые могут статус держать ну а вот предлагаю вспомнить мне с отличным ударником артемом фроловым да где он просто три раунда вообще с ними боролся а чисто отбил ему голову в трех раундовом бою по пять минут до счета чисто на руках шикарный поединок хуже ли или чем артем фролов но я думаю что наверное можно так сказать комплексно точно в стойке возможно и лечь будет конечно опаснее но насколько я знаю его точнее на несколько я знаю сколько я помню увеличь работа идет не кня не в основном на руки да у него там очень ограниченный арсенал зато на работу ногами у него достаточно опасные утики медалки тихо и тики колени и все что хочешь вот что касается магия думаю что этот бой естественно сделан него естественно что инспири вами подходит да там будет 6 раундов но это те 6 раундов когда не приходится то есть когда он выбирает темп когда он работает хороших пальчик перчатках с отдыхом раундами 5 минут и как бы растянет на свою кардио с легкостью я думаю что он будет взрывнее и опаснее и лич обещал могу нокаутировать ну все возможно зависимости от того как мага подойдет к этому бою я думаю что недоценки он из недооценка я думаю исключена так думаешь роман ну и лич определенно я ну как мне кажется сенатор мне кажется вряд ли он будет отбывать номер я я думаю что он будет стараться выиграть да мы уже видели что со шлеменко он явно вышел не проигрывать сразу да и соответственно здесь я думаю он будет стараться ну как как ты верно заметил это это важный аспект самое опасное в ударке или чай это все-таки ноги то что было в мм и то что я наблюдал в организации ксв да когда он дрался все-таки на ногах у него работа хорошая на руках ну как минимум не так хорошим и не такой широкий арсенал у него присутствует ну и соответственно у маги есть конкретно опыт в этом промоушене да и в противостоянии с человеком к ну который как как минимум намного опытнее более разнообразен и лучше на руках по крайней мере когда-то был вот и кстати да по коэффициентам то что я хотел сказать и очень конечно же маленький коэффициент на исмаилов но это предсказуемо да наверно 1 и 25 на него четверочка на ильча шесть раундов и в принципе я наверное все-таки склоняюсь что фаворитом здесь действительно должен быть исмаилов и букмекеры плюс минус все все правильно вы выставили да вот ну и за ильча поболеть конечно в принципе можно какие-то шансы у него есть особенно учитывая его замечательную биографию до которую я сейчас рассказывал сенатору перед вот этим вот подкастом про то что этот человек любит играть баскетбол слушать рэп и однажды у себя в городе он даже поймал педофила представьте себе топим топим за нашего вот этого замечательного чела ну как короче говоря да 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 короче говоря да ну если рассматривать конкретно вот это противостояние все-таки я думаю что шансов у ушлеменко все-таки немножечко ушлеменко до уши ушлеменко шансы немножечко поменьше да ну и кстати вот ты верно заметил что нокаутировал ильич быстро шлеменко из-за этого его акции резко взлетели вверх да но в следующем бою шлеменко встретился с клебером соуза который старый возрастной и получилась ничья у них официальный результат но по факту бой был абсолютно ужасно проведен александром шлеменко было видно насколько он жестко откатил плохо готов плохо выступил проиграл этот бой вот по факту он просто проиграл да но благо что бой был в омске у него на родине в промоушене шлеменко и все и поднатянули немножечко судьи на мой взгляд да поднатянули и вот это уже знаешь чуть-чуть победу ильича обесценивает немножечко вот такое выступление шлеменко после этого вот поэтому все-таки я думаю что более вероятно здесь победа магии исмаилова ну а как будет по факту мы с вами вместе посмотрим в пятницу да еще раз напоминаю присоединяйтесь на канал агрессив лайф в описании будет ссылочка мы посмотрим по стрим покомментируем выскажем наше мнение выслушаем ваши впечатления да всех будем рады видеть да пишите свое мнение в комментариях на следующие бои на будущие бои и до связи